Привет, друзья! Предлагаю вам сегодня рассмотреть очередную распространенную ошибку даже среди носителей английского языка в постоянной рубрике на моем канале Common Mistakes. Поговорим сегодня о глаголах, которые часто путают между собой. Итак, начнем с простого. Все знают глагол лгать, to lie. Вроде ничего в нем сложного нет, он относится к правильным глаголам. В прошедшем времени имеет окончание ed. Не лги мне, don't lie to me. Он солгал мне, he lied to me. Я никогда тебя не обманывал. I have never lied to you. Я знаю, что он лжет. I know that he is lying. Все бы ничего, но существует еще один глагол to lie, который значит ложиться, принимать горизонтальную позицию. И этот глагол относится к неправильным. Его формы lie, lay, lane. Здесь уже все становится интересней. Я люблю лежать на полу. I like to lie on the floor. Он лежал на полу. He lay on the floor. Он лежал на своей кровати часами. He had lain on his bed for hours. Он лежит на полу. He is lying on the floor. Но самое интересное еще впереди. Существует еще один глагол, который вносит свою лепту в этот беспорядок. Это глагол lay, класть, положить. Как видите, его начальная форма совпадает со второй формой глагола лежать. В предложении с глаголом lay обязательно должен присутствовать объект, над которым мы совершаем действие. Например, не клади свою сумку на стол. Don't lay your bag on the table. Действие совершается над сумкой. Также не забывайте о том, что глагол lay тоже неправильный. Его формы lay, laid, laid. Поэтому в прошедшем времени будет форма laid. Он положил книги на стол. He laid his books on the table. Глагол lay часто употребляется в значении накрывать на стол. To lay the table. Она накрыла стол на двоих. She has laid the table for two. Она накрывала на стол, когда он пришел. She was laying the table when he came. Нужно четко запомнить значения и формы каждого глагола. И тогда вы не будете совершать ошибку в этой теме. Итак, лгать. Lie, laid, laid, lying. Лежать. Lie, lay, laying, lying. Класть. Lay, laid, laid, laying. Для того, чтобы хорошо запомнить, в каком случае какое слово употребляется, вы пишите себе все три глагола таким образом. И пусть эта табличка будет у вас перед глазами. Ведь на самом деле здесь нет ничего сложного. Однако даже носители языка иногда могут ошибаться в этом непростом английском. Давайте посмотрим сюжет. You kind of have been laying low, говорит Эллен. И делает ошибку, так как правильный вариант to lie low – затаиться, залечь на дно. Поэтому нужно было сказать You kind of have been lying low. Если вам понравился сегодняшний урок, ставьте палец вверх и оставляйте свои комментарии. Также по ссылкам в описании можно посмотреть другие уроки из этой рубрики. С вами был Кирилл. Спасибо за то, что смотрите. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok